Турция в годы Второй мировой войны занимала позицию нейтралитета и присоединилась к антигитлеровской коалиции лишь на последнем этапе войны. Однако учитывая важное стратегическое положение Турции, противоборствующие стороны предпринимали активные дипломатические усилия для ее привлечения на свою сторону. В самой Турции также имелись политические силы, считавшие, что страна должна принять участие в общемировом конфликте на стороне стран осилия антигитлеровской коалиции. В современной историографии имеются расхождения по поводу позиций турецкого правительства в годы Второй мировой войны. Так, часть историков считает, что правительство Турции предпринимало все возможные усилия, чтобы не допустить участия Турции в войне на стороне любой из противоборствующих сторон. Другая часть историков и публицистов считает, что турецкое правительство на определенном этапе войны планировало вступление в войну на стороне стран России и было готово к нападению на Советский Союз осенью 1942 года. Стратегическое положение Турции, желание противоборствующих сторон привлечь Турцию к участию в войне на своей стороне прежде всего объяснялось ее важным стратегическим положением. Турецкая республика расположилась сразу в двух частях света – Азии и Европе. Под ее контролем находились стратегически важные Черноморские проливы. Кроме того, Турция ограничила с Советским Закавказьем, в котором находились бакинские месторождения нефти из Персии, через которую в годы Второй мировой войны пролегал один из путей доставки грузов от союзников по антигитлеровской коалиции в Советский Союз. Внешняя политика Турции после Первой мировой войны. После поражения в Первой мировой войне и распада Османской империи в Турции была провозглашена республика во главе с отцом нации Мустафой Кемалем. Согласно Лозаннскому мирному договору Турция утратила значительные территории. Был поставлен под сомнение ее суверенитет над Черноморскими проливами. В 20-30-е годы XX века внешняя политика кемалейской Турции была направлена на восстановление своих позиций в регионе, опасаясь прежде всего усиления фашистской Италии в Средиземноморском регионе, провозгласившей курс на возрождение Римской империи. Турция начала ориентироваться на сотрудничество с Францией. В 1932 году Турция при помощи Франции вступила в Лигу наций, а в 1934 году, заключив предварительно двухстороннее соглашение с рядом Балканских государств, стала членом профранцузской Балканской Антанты. Практически сразу после этого турецкое правительство инициировало созыв новой конференции о статусе Черноморских проливов. В 1936 году была принята конвенция Монтрю, восстановившая суверенитет Турции над проливами. Кроме того, в 1936 году турецкое правительство подняло в Лиге наций хатайский вопрос, потребовав передачи ему Александрецкого Санджака, который входил в состав подмандатной Франции Сирии, но на которой Турция предъявляла претензии с 1923 года. Под давлением Лиги наций Франция была вынуждена предоставить Санджаку автономию. В это же время турецкое правительство под руководством Мустафи Кемаля поддерживало доброжелательные отношения с Советским Союзом. Начало отношениям было положено еще осенью 1920 года, когда во время войны из-за независимости Турции советское правительство оказало Кемалю значительную помощь. Добрососедские отношения между странами были закреплены договором о дружбе и сотрудничестве между СССР и Турцией, подписанном в 1925 году. Дополнительным протоколом к договору, подписанном в 1929 году, статья номер 2 договора гласила, договор 7 ноября 1935 года был продлен еще на 10 лет, 1938-1939 обострение в Европе. С началом кризиса в европейских дипломатических отношениях, вызванного ревизионистской политикой Гитлера, правительство нацистской Германии попыталось включить Турцию в сферу своей политики. В июле 1938 года во время встречи с министром иностранных дел Турции Рюш Тюарасом Иахем Рибурентроп предложил Турции присоединиться к государствам. АСИ в ответ на предложение министра иностранных дел Турции ответил, что Турция не намерена возрождать атаманскую империю. В это же время в июле 1938 года Франция провела в Александрецком Санджаке выборы в законодательное собрание, которое провозгласило в сентябре 1938 года на подконтрольной ему территории государства Хата и под турко-французским контролем. В ноябре 1938 года скончался Мустафа Акималь, на его место был выбран Исмета Инюню. Ситуация на Балканах обострилась в апреле 1939 года, когда Италия оккупировала Албанию, в условиях большой дипломатической игры, идущей в Европе. В мае 1939 года Великобритания в одностороннем порядке предоставила Турции гарантии независимости, а затем подписала с ней предварительное соглашение о гарантиях безопасности. Сразу же начались переговоры о создании британско-франко-турецкого союза. Однако, Турция выдвинула в качестве условия присоединения Франции к союзу вхождения в состав Турции государство Хатай. 23 июня 1939 года французское правительство дало согласие на расширение территории Турции, и в этот же день был подписан секретный предварительный британско-франко-турецкий договор о взаимопомощи. По мнению ряда американских, европейских и турецких исследователей, именно передача Александрецкого Санджака Турции обеспечила ее нейтралитет во Второй мировой войне. В условиях обострения ситуации в Европе активизировало свои действия советское правительство. В апреле Анкару посетил первый заместитель народного комиссара иностранных дел СССР Владимир Потемкин с целью воспрепятствовать укреплению отношений Турции с Германией и добиться ее сближения с Советским Союзом. 5 июня 1939 года между Советским посольством в Анкаре и Министерством иностранных дел Турции произошел обмен нотами подтверждающий продление договора о дружбе и сотрудничестве до 7 ноября 1945 года, 1939-1941 этап войны. 1 сентября 1939 года с нападением Германии на Польшу началась Вторая мировая война. За неделю до начала боевых действий после провала британской франко-советских переговоров был подписан Советско-германский договор о ненападении. По мнению ряда западных и турецких историков, заключение Советско-германского договора в августе 1939 года было воспринято в Турции негативно и заставило в дальнейшем осторожно относиться к советским дипломатическим инициативам. В то же время советско-турецкие переговоры были продолжены в сентябре-октябре 1939 года во время визита в Москву министра иностранных дел Турции Ш. Сараджоглу. Переговоры не увенчались успехом по нескольким причинам. Во-первых, турки уже имели секретную предварительную договоренность о заключении Турецко-Британа Французского военного союза, а британский министр иностранных дел Эгалифакс выступил категорически против присоединения к договору и Советского Союза. А само турецкое правительство заявило, что готово заключить договор только в случае, если в нем будет сделана оговорка об обязательствах Турции перед Францией и Великобританией. Во-вторых, Советский Союз в ходе переговоров, стараясь учитывать интересы Германии и уравновесить договор с учетом турецких предложений, выдвинул турецкому правительству ряд неприемлемых для него условий. В результате, 19 октября 1939 года турецкое правительство заключило британско-французско-турецкий военный союз о взаимопомощи в случае переноса боевых действий в регион Средиземноморья. Однако, в протоколе номер два договора о заключении Союза турецкое правительство указало, что его положение не распространяется на Советский Союз. По мнению отдельных историков, именно наличие данного пункта и отрицательная позиция Турции предотвратила готовящуюся французско-британскую бомбардировку Баку. 1940-1942. Второй этап войны. В мае-июне 1940 года немецкая армия разгромила Францию. 10 июня войну против Франции вступила Италия. Британско-французские союзники в связи с переносом боевых действий в Средиземноморский регион потребовали от турецкого правительства выполнения своих обязательств. Однако, турецкое правительство, формально сославшись на протокол номер два к договору от 19 октября 1939 года, отказалось выполнить требования союзников и объявило Турцию невоюющей страной. Существует мнение, что турецкое правительство изначально не планировало выполнять свое союзнические обязательства, считая, что договор можно будет использовать лишь в случае агрессии против самой Турции. После разгрома и оккупации Франции баланс сил в Европе резко изменился в пользу Германии и ее союзников. Турецкое правительство стало проводить более прогерманскую политику. Летом 1940 года было подписано соглашение о турецко-германском экономическом сотрудничестве. Между тем, судьба Турции обсуждалась и на советско-германских переговорах в Берлине в ноябре 1940 года. Одним из условий присоединения к Тройственному пакту советское руководство выдвинуло размещение советских баз в Черноморских проливах. Оно, как и ряд других условий, было отвергнуто германским правительством, в результате чего укрепление советско-германского сотрудничества не состоялось и в Германии был утвержден план «Барбароса». Весной 1941 года Германия разгромила и захватила Югославию и Грецию, захватила остров Крит, вплотную подойдя к турецким границам, стала реальной угрозой вторжения в саму Турцию. 11 июня 1941 года была издана директива германского руководства, согласно которой после завершения операции «Барбароса» предполагалось движение германских войск через Турцию независимо от ее согласия в Иран и в направлении Суэцкого канала. В этих условиях турецкое правительство еще больше склонилось в сторону проведения прогерманской политики. Особенно сильно стали прогерманские настроения в военных кругах, где их проводником был начальник генштаба Турции генерал Ф. Чек Мак. В апреле и июне 1941 года турецкое правительство отказалось пропустить через свою территорию войска Великобритании и Свободной Франции, направляющиеся для ведения боевых действий в Ирак и Сирию. В то же время турецкое правительство отказалось пропустить через свою территорию войска вермахта и вишистской Франции, которые планировалось отправить в Ирак и Сирию. В то же время в Ванкаре активно муссировались слухи о территориальных претензиях и угрозе Турции со стороны Советского Союза. Разворот Турции от пробританской ориентации к прогерманской был оформлен за 4 дня до начала Великой Отечественной войны. 18 июня 1941 года заключением договора о дружбе и ненападении из Германии, подписанный министром иностранных дел Турции Сараджо Глуи немецким послом Ванкаре фон Папеном. С началом Великой Отечественной войны турецкое правительство официально объявило о своем нейтралитете в конфликте, но в то же время провело частичную мобилизацию в провинциях, граничащих с территорией Советского Союза. Кроме того, на военную службу были призваны лица старше 60 лет и офицеры запаса старше 65 лет. Некоторые историки объясняют эти действия необходимостью восполнения недостатка военных подразделений в восточных провинциях, вызванного перемещением 40-тысячной армии вокруг Фракии. Как бы то ни было, данные действия вызвали серьезную озабоченность в Москве. Сталин летом осенью 1941 года неоднократно объявлял, что не уверен в сохранении турецкого нейтралитета. В то же время обострилась ситуация в соседнем с Турцией и Иране, куда в августе 1941 года прибыл начальник немецкой разведки адмирал Канарис с целью осуществления государственного переворота. С целью противодействия немецким планам советское правительство в августе 1941 года из Закавказского военного округа сформировало Закавказский фронт, войска которого одновременно с британскими войсками вошли в Иран и оккупировали его. С лета 1941 года стали возникать отдельные вооруженные конфликты на советско-турецкой границе. На этом этапе союзники по антигитлеровской коалиции были крайне заинтересованы в сохранении именно турецкого нейтралитета. Британское правительство считало, что даже вступление Турции в войну на стороне союзников было бы худшим вариантом развития событий, так как потребовало бы переброски в Турцию британских войск, необходимых на других театрах военных действий. На московских переговорах в сентябре 1941 года лорд Бивербрук предложил даже поощрить Турцию за сохранение ей нейтралитета, но Сталин, не будучи уверен, что Турция в дальнейшем не вступит в войну на стороне Германии, отверг это предложение. Отдельную озабоченность в Советском Союзе вызвал визит осенью 1941 года на Восточный фронт турецкой военной делегации во главе с начальником военной, Академией генералом Алифаудом Эрденом. Особенно напряженной ситуацией с Турцией стала летом 1942 года. После начала наступления немецких войск на Сталинград и Кавказ, Турции была проведена мобилизация, ее вооруженные силы достигли численности в миллион человек. С началом немецкого наступления около 750 тысяч из них турки перебросили на советско-турецкую границу в области Батуми. Всего с июля 1942 года против Советского Закавказского фронта турецкая армия развернула 4 армейских корпуса, 16 пехотных дивизий, из которых 7 дивизий прибыли течение июля, 2 кавалерийских дивизий и 1 мотострелковую бригаду. По другим данным турецкая группировка на границе в это время насчитывала около 50 дивизий. В это же время численность советских войск на границе не превышала 200 тысяч, причем большая часть представляла собой стрелковые дивизии из новобранцев. По широко распространенному в советской историографии мнению турецкое правительство было готово вступить в войну на стороне Германии сразу после падения Сталинграда. Но начавшиеся контрнаступления Красной армии на советско-германском фронте заставили свернуть эти планы. 1942-1945 – третий этап войны. После разгрома немецких войск под Сталинградом и высадки британско-американских войск с Северной Африки в ноябре 1942 года вопрос вступления Турции в войну на стороне страны Си больше не поднимался. Напротив, союзники по антигитлеровской коалиции стали прилагать усилия для вступления Турции в войну против Германии уже весной 1943 года. При этом Черчилль придавал скорейшему вступлению Турции в войну особое значение. Турецкий театр военных действий позволял перенести открытие Второго фронта на Балканы и тем самым отсечь этот регион от наступающей Красной армии. После британской и американской конференции в Касабланке в январе 1943 года Черчилль отправился в Турцию уговаривать турок вступить в войну как можно раньше. Раньше, на состоявшейся Данской конференции Черчилль попытался убедить президента Турции не вступить в войну не позже августа 1943 года, обещая, что к тому времени Италия будет разгромлена и опасность со стороны Средиземного моря для турок исчезнет. Несмотря на то, что Турция отказалась от немедленного вступления в войну и заявила о продолжении политики нейтралитета, турецкое правительство не отказалось принять британскую помощь в виде вооружения и боеприпасов. В течение 1943 года Турция сохраняла доброжелательный Германии нейтралитет. Поставки товаров из Турции играли важную роль в экономике Германии. Например, в 1943 году Турция поставила в Германию 46,8 млн тонн хромовой руды, 17,9 млн тонн масличных семян, 17,6 млн тонн рыбы, 9,5 млн тонн чугуна, 7,4 млн тонн меди. На Московской конференции министров иностранных дел союзников в октябре 1943 года было принято решение добиваться от Турции вступления в войну до конца 1943 года и предоставление возможности использовать турецкие аэродромы для нанесения ударов по немецким войскам. На Каирской конференции в ноябре 1943 года британский министр иностранных дел Идан в беседе с министром иностранных дел Турции Н. Минимен Джеглу пригрозил ему, в случае отказа вступить в войну, прекратить поставки военных грузов. Минимен Джеглу ответил, что Турция к войне не готова. На Тегеранской конференции в декабре 1943 года вопрос участия Турции в войне также обсуждался. Черчилль объявил о готовности предоставить Турции при вступлении на стороне союзников помощь вооружением, воздушным прикрытием и от двумя до тремя дивизиями, а в случае отказа прекратить военные поставки, отказать от участия в мирной конференции и пригрозить послевоенными претензиями Советского Союза в отношении Черноморских проливов. На этот раз советская и американская делегации не поддержали предложение Черчилля, так как считали, что открытие Балканского фронта отвлечет силы союзников от высадки в Нормандии. Во время конференции в Тегеране по инициативе Черчилля был поднят вопрос о проливах. 30 ноября Черчилль заявил, что несправедливо, что Советский Союз не имеет выхода в Средиземное море и что, если раньше британцы выступали против, то теперь возражать не будут. После завершения Тегеранской конференции от 4 до 6 декабря в Каире состоялась встреча Черчилля и Рузвельта с президентом Турции Янюню. Рузвельт и Черчилль просили турецкого руководителя до 15 февраля 1944 года предоставить аэродромы для британских и американских военно-воздушных сил. Янюю повторил тезис о слабости Турции и просил вооружений. В результате с апреля 1944 года Великобритания и США прекратили оказание военной помощи Турции. Кроме того, с осени 1942 года Турция поставляла Германии крайне необходимый той хром, что также вызывало раздражение союзников. После прекращения поставок от союзников турецкое правительство с апреля 1944 года прекратило поставки хрома в Германию. Ситуация еще больше обострилась, когда в июне 1944 года через проливы в Черное море прошли два немецких военных корабля. Союзники стали требовать от Турции полного разрыва экономических и дипломатических взаимоотношений с Германией. 2 августа Турция объявила о разрыве экономических и дипломатических отношений с Германией. С осени 1944 года советское правительство, учитывая неконструктивную позицию Турции, начинает зондировать почву об изменении конвенции Монтре после окончания войны. На Ялтинской конференции в феврале 1945 года Сталин выступил с особым заявлением по поводу Черноморских проливов. Потребовав свободного прохода советских военных кораблей через проливы в любое время, Черчилль и Рузвельт согласились с подобными требованиями. Кроме того, на Ялтинской конференции было принято решение, что в создании организации объединенных наций будут участвовать только те государства, которые объявят войну Германии до 1 марта 1945 года. После того, как об этом решении было поставлено в известность турецкое правительство, 23 февраля 1945 года оно формально объявило войну Германии, но в боевых действиях участие не принимало послевоенные территориальные претензии СССР к Турции. 19 марта 1945 года советское правительство денонсировало советско-турецкий договор о дружбе 1925 года, после чего начались неформальные консультации и переговоры о заключении нового договора. В мае Турция предложила проект соглашения, при котором в случае войны гарантировался бы свободный проход армии и флота СССР через турецкую территорию. Это вызвало соблазн дожать Турцию до полного удовлетворения советских требований. В июне 1945 года при встрече посла Турции в Москве Селима Сарперасве М. Молотовым, советский нарком иностранных дел заявил о таких желательных условиях заключения нового соглашения. Как режим совместного советско-турецкого контроля в Черноморских проливах и возвращения Советскому Союзу территорий в Закавказье, отошедших Турции по Московскому договору 1921 года, впоследствии эти требования привели к вступлению Турции в НАТО.